Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в этом видео я выскажу абсолютно честное мнение по поводу нашего Киберпонедельника. Многие ждали Киберпонедельника, не тратили голду ни на что, потому что надеялись, что именно сегодня появятся какие-то жирные и вкусные предложения. Но по факту за голду появился только вот этот вот набор за 8500 золотом, а за реальные деньги вот эти вот наборчики с голдой и один из них в себе еще имеет АМХ 1357. Что касается вот этого набора за 8500 голды, начнем с него, потому что я больше чем уверен, что большинство интересует именно наборы за золото, которые можно собирать просмотром реклам, ну или какими-либо другими способами, получая в каких-то ивентах или играя с бустерами. Так вот, ребят, по поводу данного набора. В принципе, набор выглядит как жирный. Здесь положили целых три контейнера бомбически, в него положили легендарные внешние виды для машин, которые лежат в этом наборе. Плюс к тому, есть еще 3К, мое открытое все оборудование, но давайте будем говорить откровенно. 8500 золотом это цена нормальной годной восьмерки, а то еще и сдача может остаться. А здесь вы получаете морально устаревшего АМХа CDC, который не сильно круто показывает себя в боях. Вы получаете себе шестерку ПЗ-4С, которая для многих, ребят, является фановой машиной, но по большому счету ничего уникального и веселого собой не представляет. Ну и плюс к тому, вы получаете себе семерку. И, наверное, из всего этого набора, несмотря на то, что М41Д это семерка, все-таки я бы сказал, что это самый годный танчик в этом наборе. Ну, по крайней мере, на своем уровне он показывает себя гораздо лучше, нежели себя показывает АМХ CDC. Поэтому, ребят, в целом, все, что годного здесь есть, это только М41Д. Ну, а максимум, максимум его цена это где-то тысячи три голды. И я не думаю, что имеет смысл данный набор покупать чисто из-за М41Д. А АМХ CDC вообще, в принципе, будет стоять и пылиться, потому что вы поймете, что эта машина практически неиграбельна на сегодняшний день. Он огромен, он картонен. Да, я бы сказал, что он вполне себе скорострелен. 6.23 в базовой комплектации. Но все же, ребят, это не та тачка, за которой необходимо гоняться. Поэтому я рекомендовал бы все-таки данный набор обойти стороной и помнить о том, что близится у нас Новый Год. А вместе с ними, даст Бог, будет новогодний Уксон, где вы действительно толково сможете потратить 8500 голды, которые есть у вас сейчас, надеюсь, на счету. Теперь, что касается тех предложений, которые за реальные деньги. Ну, наверное, в первую очередь, давайте будем оценивать сочетание цены-качества, начиная от дорогих и заканчивая дешевыми. За 20 долларов, это цена, которая у меня светится в Steam, возможно, у вас ценник отличается, вы получаете 3900 осколков фортиума, 250 с золотом. И для тех, кто не знает, играя на 10-х левелах, а это самый лучший вариант для использования бустеров. Если у вас 50% побед, 50% поражений, то в среднем вы получаете 15 голды за один бустер. Почему так? Потому что за проигрыш на 10 уровне 10 голды за один бустер, а за победу 20. Таким образом, получается, как я уже сказал, средние 15 и 250 этих бустеров, это 250 боев, которые принесут вам потенциально в районе 3750 голды. Плюс к тому, вы получаете изначально сразу целых 10 тысяч с золотом, и того получается уже 13750 приблизительно. Ну и плюс к тому, 10 контейнеров первого уровня черных, с которых тоже что-то где-то как-то выпасть может. И средняком это будем считать по минимуму где-то по 200 голды с каждого контейнера, и того получается еще 2 косаря. В целом, как для доната, цена неплохая, но не идеальная. Понятное дело, что не дотягивает до 1000 золота за 1 доллар. Поэтому, если и покупать из дорогого, то в притирку, наверное, все-таки за 20 баксов. Хотя ценник, я бы сказал, довольно-таки кусается. Что касается предложения за 5 баксов. Здесь меньше всего, здесь всего лишь 150 бустеров. И я не могу сказать, что это много, но в то же время они и так уж и мало. И 150 бустеров по 15 голды в среднем получается 2250. Помимо двух 250, простите, вышел, помимо двух 250, вы получаете 2500 чистоганом сразу. Ну, короче говоря, получается, приближаемся в идеале к практически 5000 голды. Но все же, ребят, стоит отыграть 150 боев. Это не так уж и мало. И плюс к тому, здесь у нас есть еще 3 контейнера черных. А это тоже где-то в районе 500 голды. Поэтому, в целом, я бы сказал так. Из этого набора потенциально вы получаете 5000 с золотом. Опять-таки, повторюсь еще раз, это приблизительно считая. Потому что все зависит от того, насколько качественно вы будете отыгрывать. Ну и, соответственно, сколько побед у вас будет. Короче говоря, приблизительно где-то 4750. АМХ-1357, если все будет прям совсем окейушки. Что касается вот этого набора за 10 баксов. Его я брать не рекомендую. По одной простой причине, потому что АМХ-1357 это семерка. Далеко не всем зайдет. И по большому счету, кроме этой машины, вы ничего не получаете. Вот эти АМХ-5 в количестве 27 штук рассчитаны исключительно на АМХ-1357. Ну, а значит, только на нем их придется реализовывать. И особо круто их реализовать вы не сможете. И круто поднять свои копилки элитного опыта экипажа тоже не получится. Бустеры. Ну, окей, хорошо. Но, по-моему, не стоит покупать их за реальные деньги. Их, если и получать, то только из каких-то ивентов. Или открывая какие-то контейнеры ежедневные. Ну, или за просмотр рекламы. Короче говоря, каким-то вот таким вот образом лучше их получаете, нежели тратьте реальные деньги. 2000 осколков фортиума. Но я бы не сказал, что стоит того, чтобы из них покупать данный набор. Короче говоря, за 10 баксов этот набор не рекомендую покупать. По одной простой причине. Потому что за 10 баксов вы получаете семерку. Либо потенциально вот здесь вот, за 5 баксов, вы получаете себе практически 5000 голды. И добавив совсем голему какую-то там в районе 2-2,5 тысяч, которые можно насобирать просмотрами рекламы за полтора месяца, вы, в принципе, можете купить себе годную восьмерку. Поэтому этот набор не рекомендую однозначно. Ну, и что касается этого набора, то здесь идеальное сочетание цены-качество. За 1 доллар вы получаете себе 1000 голды. Я считаю, что это идеальное сочетание цены за 1 тысячу золота в нашей игре. Поэтому этот набор рекомендую однозначно. Да, и, в принципе, 1 доллар для многих игроков, которые донатят, это не так уж и много. А 1000 голды лишней на счету не будет. Вот такое вот мнение по поводу Киберпонедельника. Ну, а вы свое мнение обязательно пишите в комментариях. Стараюсь специально для вас. И высказываю исключительно честное мнение по поводу товара в магазине и всего, что в игре происходит. Если вы за честность, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Побежал снимать специально для вас. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...